Наверное, не все было так гладко в пивоваренном бизнесе Пьера и Криса. Какая-то странная карбонизация у него. Мои аплодисменты. Привет, друзья! Сегодня представляю вашему вниманию бельгийское пиво Ля Шуф. Пивоварня Бразилии Диа Шуф расположена в бельгийских Орденнах. Это такая горная местность. Ее история началась в конце 70-х годов прошлого столетия, когда два Шурина, Пьер Габрон и Крис Бауэрайц решили сварить свое пиво на собственной пивоварне. У них имелся совсем небольшой капитал, менее 5000 евро, но было огромное желание. И этого хватило для того, чтобы приступить к осуществлению своей мечты. Сначала они открыли свою пивоварню в Хафарис, а потом в Ашуф, небольшой деревушке в горах Орденны. Первая варка пива Ля Шуф состоялась 27 августа 1982 года. В конце 80-х был налажен экспорт пива в Канаду, что было довольно большим достижением для такой маленькой пивоварни. Изначально задуманная как хобби пивоварня Ашуф стала развиваться и расширяться. И в конце концов Пьер и Крис решили целиком посвятить себя ей. В 1991 году было закуплено новое оборудование мощностью 10 тысяч гектолитров в год. Рядом с пивоварней был построен небольшой паб, в котором всегда можно было отведать сорта пива Ашуф. Пивоварня Ашуф очень маленькая, но ее достижения достойны уважения. Сегодня пиво от Ашуф поставляется в 40 стран мира. Сорта данной пивоварни завоевали много международных наград и приобрели множество поклонников во всем мире. Но все же, наверное, не все было так гладко в пивоваренном бизнесе Пьера и Криса, потому что в августе 2006 года основатели пивоварни доверили ее судьбу и дальнейшее развитие Дювель Мурград Брювери. Вернемся к нашему пиву. Пивоварня Ашуф приобрела известность именно благодаря своему пиву Шуф, что в переводе с французского означает «гном». Ля Шуф – это нефильтрованное светлое пиво, так называемый блон, сваренное в стиле Бельджиан Стронг Эльп. Пиво верхового брожения с дображиванием бутылки. Позиционирует его как приятный фруктовый, приправленный кориандром и оттененный хмелем сорт пива. Давайте проверим. Содержание алкоголя в нем 8%, начальная плотность сутна 16,6%, горечь 20 единиц IBU, рекомендуемая температура подачи 4-10 градусов Цельсия. В составе у нас вода, ячменный солод, инвертный сахарный сироп, хмель, дрожжи и кориандр. Бутылочка емкостью 0,33, она типичная для бельгийских сортов пива, обычно они разливаются в бутылке такой формы. коричневого стекла, на ней нарисован, собственно, гном, написано «Ля Шуф», веселенькая такая интересная этикеточка. Контур этикетка выглядит следующим образом. на крышечке тот же дно. Давайте пробовать. пиво соломенного цвета, мутненькое, туманное, так сказать. Какая-то странная карбонизация у него, она вроде как и неактивная, но мелкие пузырьки покрывают практически все тело данного пива. Высокая пенная шапка белого цвета, очень устойчивая, средне-мелкой структуры. Посмотрите, как выглядит данный сорт. Давайте будем его пробовать. Довольно концентрированный, очень фруктовый, по-бельгийски классический аромат. Здесь апельсин, лимон, банан, какие-то тропические фрукты, кориандр, луговые травы. Очень сбалансированный. Ну, как они это делают? Не зря бельгийское пиво стало культурным достижением ЮНЕСКО. Это, безусловно, выдающееся явление. Давайте пробовать. Во вкусе доминирует солодовая составляющая, что, собственно, свойственно бельгийскому пиву. В продолжение аромата фруктовая палитра раскрывается еще большим разнообразием представителей, так сказать. Появляются персик, яблоки, грейпфрут, мандарин, апельсиновая цедра, дрожжевые, хлебные тона. Все тот же банан с кориандром и другими специями. Тело плотное, пархатистое, округлое. Алкоголь совсем не заметен, несмотря на впечатляющее 8%. После вкуса в борьбу вступает хмелевая горечь, и это кажется очень органичным и уместным. Горечь травяного характера, здесь она такая, приносит цветочные ноты на вкусовые рецепторы. Пиво довольно горькое для Бельгии, но это сочетание уходящей фруктовой сладости и медленного наплыва в мягкой концентрированной горечи просто подкупает. И вот тут начинает проявляться присутствие алкоголя и дрожжей. Но это все равно не портит общее впечатление, так как мои вкусовые рецепторы уже влюбились в это пиво. Резюмирую. Мои аплодисменты. Восхитительный, исключительный сорт. Он настолько бельгийский, но в то же время какой-то особенный, непохожий, выделяющийся из общей массы, очень вкусный. Я настоятельно рекомендую его к дегустации. Регулярная стоимость данного сорта пива в емкости 0,33 в Украине порядка 60 гривен. И это около 2 долларов и 28 центов на американские деньги. А на этом у меня все. Пейте правильное пиво. Подписывайтесь на мой канал. Присоединяйтесь к моей группе в ВК. Ссылка внизу. Пишите комментарии, ставьте лайки. Будет интересно. Пока-пока, друзья.